Акционерное общество КАЗ «Нефтегазмаш» наращивает объемы производства. Это стало возможным благодаря участию в государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020». На заемные средства на предприятии закупили 5 единиц корейской высокопроизводительной техники. На покупку станков затратили 319 миллионов тенге. Как налажено производство изделий для нефтегазовой отрасли, узнавала Кристина Горбаченко. Этот станок на заводе КАЗ «Нефтегазмаш» теперь самый большой. Собран он из пяти частей, а весит более 50 тонн. Техника корейского производства, высокопроизводительная. Фрезерная машина способна выполнять сразу несколько операций. За пультом новой техники работает оператор Алексей Попов. На предприятии он трудится 4 года. Производительность его быстро, это же тут как, не руками делаешь, сам станок делает. То есть его программируешь, настраиваешь и все, он выполняет действия, которые пишет программист. На заводе мне нравится работать, коллектив у нас нормальный. Ребята все, молодые ребята, мы их научили работать, обучили и на фрезерных, и на токарных станках. Хотя они никогда не работали на таких оборудованиях. Вот этот токарно-фрезерный станок тоже из числа новых, управляет им Владислав Килин. Раньше заводчанин стоял за универсальной машиной. Говорит, работать стало намного легче и интереснее. Разница между техникой ощутимая. Трудоемкость изготовления деталей снизилась до пяти раз. Мне приносят программу, я, естественно, устанавливаю деталь, настраиваю, привязываю инструмент и запускаю его. Работа, конечно, нравится, интересная, оборудование новое. За этим оборудованием, конечно, будущее. Более точные работы, быстрее изготовление деталей. Всего на заводе пять единиц новой техники. Приобрели ее на заемные средства через фонд «Дому» по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» в конце 2013 года. Затратили 319 миллионов тенге. Из них 220 миллионов – это кредитные средства через акционерное общество «Заберегательный банк». Ставка процентная у нас с ними 12%. Из них, благодаря программе «Дорожная карта» 5% нам субсидирует государство. Ну, сами понимаете, из такой суммы для нас это довольно значительная помощь. Приобретение нового оборудования позволило нам увеличить производительность труда, расширить линейку выпускаемых изделий, а также создать новые рабочие места. Основные направления деятельности компании – это производство устьевого нефтепромыслового оборудования и запорной арматуры, ответных фланцев, крепежных изделий, а также сервисные услуги по поставке, монтажу и техническому обслуживанию. Сегодня Петропавловский завод успешно сотрудничает с более чем 40 компаниями нефтегазового сектора Казахстана. Еще порядка 5% изготавливаемой продукции приходится на экспорт. Трудится на предприятии 126 специалистов. Средняя заработная плата одного рабочего – 110 тысяч тенге. В этом году коллектив намерен увеличить объемы работ и выполнить портфель заказов на сумму, превышающую 2,5 миллиарда тенге. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, Новости МТРК.